Добрый вечер! Сегодня вы можете смело делать прогноз на сегодняшнюю игру. Я согласен. Ваш прогноз? А можно я его при себе оставлю? Можно. Спасибо. Сегодня, 17 марта, за выход в финал, поборется команда Таймура Гаджиева. Игрок сборной Азербайджана по что, где, когда Анар Азимов. Предприниматель Мехтерти Мирсалимов. Специалист по логистике Ильгам Гумбатов. Предприниматель Арас Мамедов. Аккаунт-менеджер Заур Агаев. И капитан команды, специалист по маркетингу Таймур Гаджиев. Внимание! Во второй игре весенней серии против знатоков играют Пархат Наджапов, Менгачевик. Эльнур Багиров, Баку. Хали Гальясов, Баку. Джамиля Алибекова, Баку. Бахтияр Нусаев, Газар. Игарко Чарли, Баку. Руслан Мамедов, Закаталы. Вячеслав Супунов, Баку. Вадим Вакрячко, Баку. Гость студии. Обладатель Прустальной Савы Илья Новиков. И Супер Блиц от Халиды Джафаровой. Играем что, где, когда. Игра до шести очков. 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, господин Гаджиев. Господин Гаджиев, господин Маталин отказался делать прогноз на сегодняшнюю игру. А вы как? Я думаю, что я тоже откажусь. Вы тоже отказались. Господин Гаджиев, в случае победы ваша команда получит возможность сыграть и в летней серии игр. А чтобы вы его бросились в финал, вам предстоит победить телезрителей как минимум со счетом 6-2. Итак, первый вопрос. И сразу же вопрос от обладателя Хрустальной Савы Ильи Новикова. Господин Гаджиев, у японцев есть много традиций. А у нас тоже есть традиция задавать вопрос о Японии. Господин Азимов. Когда-то знатный самурай Масакадо поднял мятеж и объявил себя императором. Приехавший к нему на переговоры придворный заметил, что Масакадо за обедом просыпал себе на одежду несколько зернышек риса и смахнул их рукой на землю. Тогда придворный понял, что этот человек не может стать императором. Внимание, вопрос. А как должен был поступить в подобной ситуации настоящий император? Время. Как должен был поступить на стоящий император? Окей, береги мне воськ, другая версия. На что, на стол? Нет, не обязательно бросать на землю. Это думаю. Понятно, это версия ясная. Делайте, что ничего не произошло. Это ясно. Не смахнуть палочками. Или дождаться, чтобы кто-то это сделал, да? Да. А может, Башеву прикасить? Приказать? Нет. То есть, убегте, что ты думаешь? Мог бы приказать, наверное, тому, кто пришел. Нет, по-моему, не приказать, а именно дождаться. Да. Формулируем просто конкретно, да, уже? Так. Другие версии, что еще может быть? Другие версии, что еще может быть? Не должен хорошая версия. Так, что еще не должен давать? Может, какое-то отношение к Крису? Дождаться, я думаю, дождаться. Может, какая-то традиция к Крису есть, к японцам? Вот у меня тоже такая мысль. Вот, как хлеб, например, павший, там, не знаю, там, поднимают, он, даст, там, идиот. Нет, это тяжело. Это он же не знает, это Новиков из Москвы вопрос. Это власть. Тишина за столом. Господин Гаджиев? Да, да, господин. Чего не знает Новиков из Москвы? Ну, он вряд ли знает нашу традицию насчет хлеба, да? То есть... Какая традиция насчет хлеба? Ну, то есть хлеб, который нечаянно как-то, в смысле, был уронен на пол, чтобы он никогда не был на полу. Ну, и поднять надо, он не должен лежать, валяться. И вы считаете, что Мусакада, настоящий император, должен поднять, да? Не, 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 я так не считаю, я вам рассказываю про традиции наши. Итак, ваш ответ, господин Гаджиев. Ответит Анар Азимов. Господин Азимов. Да, нам кажется, что настоящий император не должен сам это делать, Адор должен дождаться, пока это сделает слуга. И я просто так спрашивал господина Гаджиева о наших традициях. Ответ принят, господин Азимов. Возможно. Император, господин Азимов, не может заботиться о таких обыденных вещах сам. Он должен приказать убрать просыпанные зерна. Слуге 1-0. Первое очко команде Теймура Гаджиева принес игрок сборной Азербайджана по игре «Что, где, когда» Анар Азимов. Уважаемые телезрители, весенние серии интереса телезрителей защищает представитель генерального спонсора компании «Атохолдинг» господин Абдурагимов. Добрый вечер, господин Абдурагимов. Добрый вечер, господин Абдурагимов. Господин Абдурагимов. Надеюсь, телезрители возьмут реванш за прошлую игру. Я точно так думаю. Господин Абдурагимов, в прошлой серии Атабанк выплатил телезрителям 3800 монат. Каков, если не секрет, бюджет на весеннюю серию? Или это секрет? Нет, это не является секретом, но лучше я оставлю это на канале. Значит, это все-таки является секретом. А интересов на такой весенней серии отвечает представитель компании-лидера рынка сотовой связи Азербайджана, компания «Азерсель» госпожа Кямиля Исаева. Добрый вечер, Кямиля Ханова. Добрый вечер, господин Абдурагимов. Я, мир к вам, сегодня наряду с новичками Аразом Мамедовым и Мехтимир Салимовым играют опытные игроки, не раз представлявшие Азербайджан на международной арене. Как вы думаете, такой микс пойдет на пользу игре? Вообще-то, господин, еще прощая игра доказала, что игроки и новички очень даже неплохо смотрятся за столом. Я думаю, что профессионалы добавят только больше уверенности в победу. А я вот думаю, что профессионалы сегодня новичкам помешают. Второй раунд. Я хотел бы обратиться к господам-старейшинам. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Господа-старейшины, вот Фаталиев и Гаджиев отказались делать прогноз на игру. Что вы скажете, господин Лоярин? 6-4. 6-4? Кто победит? Телезрит? Я не знаю. Вы не знаете. Но господин Джабаров наверняка знает, кто сегодня победит. Да, господин Джабаров? Я не знаю, но я могу сделать прогноз, что победят на таки. 6-4. Я рискну даже сказать, что они могут победить с более лучшим счетом, чем предыдущая команда. Интересный прогноз. Очень смелый. Против команды Теймура Гаджиева играет Джамиля Альбекова Баку. Господин Мамедов, вы были в Стамбуле? Да, несколько раз. Так вот, господин Мамедов, если вы были в Стамбуле, то наверняка видели башню Бая-Зет. Да, видел. Каждый день на башне, для удобства горожан, зажигается свет – красный, зеленый, желтый или голубой. Внимание, вопрос. Что означают эти цвета? В каком случае зажигается красный, в каком – желтый, зеленый или голубой свет? Время. Бая-Зет, видимость? Бая-Зет где находится? Это, наверное, маяк. Видимость? Это маяк. Это маяк, маяк. Это маяк. Четыре чего может быть? Четыре, какие мы параметры. Уровне погоды. Как купаться можно? Нет, это может быть сигнал для кораблей. Это уманность. Облачность. Понятно, Бая-Зет. Я любит удобствующие. Удобствующие. Удобствующие они сами. Понятно. Четыре состояния. Кораблики, не экипажа. Дальше. Что может быть? Погода. Агрегатная система. Бая-Зет где находится, Ара? Ты не помнишь? Дни в неделю он не может так обозначать. Как-то. Четыре всего. Я понимаю, но... Каждый день. Идиоты, что ли, друзья? Будние дни, допустим, не имеют значения. Вторник или Солидар. Зеленый, желтый, голубой, красный. Температура вряд ли. Потому что... Понимаешь, этот сигнал должен быть... Это что-то мореподное. То есть уровни визимости. Увизимости. Но в каких случаях? Можно сказать четыре. Для удобства жителей... Намаз. Намаз пять раз. Каждый день раз. Каждый день раз. Красный день раз. Желтый или голубой. На светофор похож? В принципе, да. Не могу сказать, что было бурное обсуждение. Господин Гаджиев, есть из чего выбирать. А можно будет помощь зала взять? Вот так вот сразу взять помощь зала? Интересная тактика. У зала 20 секунд. Дима, направление ветра. Температура воды, температура воздуха. Раз в день это дорога. Раз в день. Там пароль уходит через пасху. Мы с этим связаны. Он сказал каждый день. Развод моста. Он сказал каждый день. Какой ветер будет? Направление ветра. Направление ветра. Направление ветра. Ветер это четыре. Четыре направления. Нет. Тишина. 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 Итак, господин Гаджиев. Да, господин Гаджиев. Кто отвечает? На этот вопрос отвечу я сам. Итак, вот красный цвет. Да, это, мне кажется, что указывает направление ветра. Нет, давайте так. Что означает, когда выжигается красный цвет? Ну, скорее всего, это северный ветер. А зеленый свет? Зеленый, соответственно, южный. Желтый. Западный. Голубой, соответственно, восточный. Восточный. Да. Ну, четыре ветра, да? Да. Ответ принят. Внимание, правильный ответ. Если я не ошибаюсь, на моей памяти это впервые, когда у клуба не было правильной версии. Вот я помню, что два раза выбрали не ту версию, которую подсказал клуб. Один раз выбрала Джамиля Азизова, другой раз отличился Джалау Руджев. А вот сегодня не было правильной версии. Господин Гаджиев, переведите красный на турецкий язык. Кырмозы. Господин Гумбатов говорил про погоду, да? Кырмозы, первая буква, это означает, что кар, снежно, снег. Зеленый, яшил, означает ягмур, дождь. Желтый, сары, сис, туман, голубой, гей, означает безоблачное небо. Один-один, первое очко в команде телезрителей принесла Джамиля Алибекова. А вот сколько она заработала, скажет нам господин Бабашвы. Господин ведущий, Джамиля Алибекова заработала 100 мотов от Атабанка, которые она получит впоследствии вот этой карте. Господин Бабашвы, мне вот, например, вопрос очень понравился. А вам? Да, несомненно, вопрос был действительно красивым, и мы, я думаю, оценим его в конце нашей передачи. Уважаемые телезрители, присылайте вопросы по адресу АС-1000, абонентский ящик номер 5, письмо с пометкой в вопросной передаче «Что, где, когда» или на электронный адрес sual.atgmtv.as. Третий раунд. Счет 1-1. Господин Азимов. Господин Азимов, в прошлом году вы играли за команду Джамиля Азизовой. Да. Как вы чувствуете себя в новой команде? Вам комфортно? Да. А в команде Джамиля Азизовой? Скажем так, я сменил приоритеты. Господин Гаджиев, против вас играет Бахтияр Мусаев, Газах. Господин Кумбатов, у вас есть любимый фильм? Да, есть. Какой? Бойцовский клуб. А вы с каких пор господином Кумбатовым стали? Господин Гаджиев. Господин Кумбатов. Да. Господин Гаджиев волнуется. Не обращает внимания. А у вас есть любимый фильм? Да. Бойцовский клуб? Борис, нет. А какой фильм? Касабланка. А у вас, господин Мамедов, какой любимый фильм? Ну, Касабланка один из моих любимых фильмов. Какое совпадение? Внимание, постер к фильму «Касабланка». Господин Кумбатов, этот постер к известному фильму «Касабланка» 1942 года стал предметом острых дискуссий в кругу борцов за права женщин. Внимание, вопрос. Чем же так не угодил правозащитникам этот постер? Мечеть на поле женщины неоголенная. Я с открытым лицом мечеть. Нет, так это не надо. Защищает права женщин. Он выше нее. Да, да, да. Выше нее? Он выше нее. Он ее подавляет. Права женщины, да. Фамилия, очередность фамилии. Игорь, она вторая после него. Она вторая. А кто главный? Игорь, они оба главные. Они оба главные. Ну и что? Она вторая после него идет. Фамилии, ты уверен? Да, фамилии лучше даже. А мне кажется, нет, ребята. Нет, алфавиту она должна идти первым. Он пишет. Вергман. По алфавиту она первая. Вы где видели, что в титрах указывали по алфавиту? Ну они оба главные герои. Они оба одинаковые. Все, все. С фильм вокруг никакой. Слушай, она не может быть на самом деле выше его ростом. Нет, нет, нет. Дача что? Мехти что скажешь? Она не может быть. Что ты можешь сказать? Филиар. Тишина за столом. Честно говоря, я удивлен, но правильная версия была. Правильная версия была. Все зависит от вас, господин Гаджев. Выберите ли вы правильную версию? Да, пусть ответит Анна Разимов. Анна Разимов отвечает. Господин Азимов. Да, а. Да. Этот пост стал предметом острых дискуссий в кругу борцов за права женщин. Чем же так не угодил правозащитникам этот постер? Ваш ответ. Дело в том, что Хемфри Боггард и Ингрид Бергман были как минимум равнозначными звездами. Бергман, если даже Бергман не была более популярной. И во-вторых, леди ферст. И фамилия Бергман должна идти первой. Боггард должен идти потом. По алфавиту. Во-первых, по алфавиту. Во-вторых, дама в любом случае должна идти первой. Ответ принят. Внимание, правильный ответ. Господин Агаев. Правозащитники считают, что эта трогательная сцена, высокий Хемфри Боггард, защищает хрупкую Ингрид Бергман. Является доказательством того, что права женщин в Голливуде нарушались. Ведь на самом деле, как вы и говорили, Игорь Бергман была выше Хемфри Боггарда. А во время съемок Боггарду приходилось становиться на подставку. Вот. 2-1 в пользу команды телезрителей. Второе очко команде телезрителей принес Бахтияр, Мусаев, город Газах. А сколько заработал господин Мусаев, скажет нам господин Бабашлы. Господин ведущий, господин Мусаев заработал очередные 100 мантов от Ахабанков. Чем мы его и поздравляем. Поздравляю вас, господин Мусаев. Уважаемые телезрители, если вы хотите стать игроком элитарного клуба, заходите на сайт www.gmtv.as и заполняйте анкеты, как это сделали игроки команды Рустама Фаталиева. Я думаю, что надо сбить темп, набранный телезрителями, и я хочу объявить музыкальную паузу. Сегодня в музыкальной паузе. И рада Ибрагимова! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Более того, нам известно, что господин Мамедов преподавал и Теймуру Гаджеву и Зауру Агаеву Господин Мамедов, какие оценки они получали? Нет, они были отличниками? Нет, они были отличниками Отличниками? Да Вы довольны своими учениками? Да, абсолютно Ну а как играют они в что, где, как? Лучшие учители Лучшие учители? Да, это точно Ну и везет живо Сектор Супер Блиц Господин Гаджиев Кто играет в этом секторе? Кому вы доверите судьбу сектора Супер Блиц? Играть будет Заур Агаев Заур Агаев Неожиданный выбор Поскольку сейчас сложный раунд для знатоков Я хочу помочь им, застраховав знатока от проигрыша Но с условиями Первое Если он проигрывает на первом вопросе, получает 100 монат Если он проигрывает на втором вопросе, он получает 200, соответственно Если он проиграет на третьем вопросе, он получает 300 монат Я думаю, Заур Агаев проиграет на третьем вопросе, да? Надеюсь По крайней мере, господина Гага, я вам просто скажу, что проиграть сразу на первом вопросе, это всего 100 монат, и вам это невыгодно, да? Супер Блиц от Халиды Джафаровой. Внимание, первый вопрос. О чем говорил кардинал Жан-де-Рец? Он учит нас понимать, что невероятное не всегда ложно. 20 секунд. Господин Агаев, итак, кардинал Жан-де-Рец говорил, он учит нас понимать, что невероятное не всегда ложно. Ваш ответ? У меня нет варианта. Нет варианта. Госпожа Азизова, а вы знаете правильный ответ? Я дождусь правильного ответа, озвученного у вами. Я хотел бы, чтобы вы озвучили сами вашу версию, если можно. Мне кажется, что это опыт. Это опыт. 3-1. 3-1. Третье очко команде телезрителя принесла Халида Джафарова. Господин Агаев заработал 100 монат от Атабанка. Вернее, от Атасы Горта. А вот от Атабанка сколько заработала госпожа? Госпожа Джафарова заработала от Атабанка 200 монат. В силу того, что вопрос нам очень понравился. Госпожа Джафарова заработала 200 монат от Атабанка. Господин Агаев заработал 100 монат от Атасы Горта. Уважаемые телезрители, если в финал весенней серии игр выиграет команда знатоков, то лучший игрок команды получит главный приз «Хрустальную сову» и сертификат на 1000 монат от нашего спонсора компании Азерсель. Если в финале серии победит команда телезрителей, то главный приз «Хрустальную сову» и 1000 монат от Атабанка получит телезритель, которого определит представитель генерального спонсора. Господин Абдурагимов, вам предстоит сегодня выбрать лучший вопрос. Да. И какой из вопросов, прозвучавших, вам понравился более другим? Вы знаете, все вопросы хорошие. Я, наверное, все-таки дождусь окончания. Если не против. Лучшего знатока сегодняшней игры определить представителя компании Азерсель, госпожа Исаева. Госпожа Исаева, кто на ваш взгляд является сегодня за столом лучшим? Ну вот на данный момент. Я не могу пока вам сказать. Вы не можете пока вам сказать. Я хочу дождаться до конца игры. У всех сегодня секреты. Пятый раунд. Господин Гаджик, я думаю, что самые сложные вопросы, которые сегодня были на столе, уже выпали. Вот мне интересно, счет уже 3-1 в пользу телезрителей. А чтобы выйти в финал, вам нужно побеждать с более крупным счетом, чем 6-2. То есть у вас только один выход взять решающий раунд. Вот мне интересно, вы пойдете на этот шаг? Ну, если, конечно, наберете необходимые пять очков. Да, конечно, если наберем, подумаем. Подумайте. Вопрос от Халыга Ильясова, Баку. Внимание, черный ящик. Как утверждают китайские врачи, специалисты точечного массажа, это еще и массирует около 40 жизненно важных точек. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Это может быть, что массаж с массажем ног связанных. Массажем ног связанных. Это еще. Зубная щетка, это хорошо. Шарики? Еще, почему еще? Значит, у него есть шарики. Другой функции, конечно, очки может быть. Так, очки китайцев вряд ли. Аккупантура это старая вещь. Зубная щетка может быть. А, ребята, палочки. Продолж === Палочки для детей. Дальше, дальше, дальше. Палочки шарики, больше. Кроме этого. Мasti, что ты думаешь? Еще вот еще один знающику вз conectе в ряды. Зубная щетка в ряды. Зубная щетка в ряды. Может быть, какие-то сам дали? Самое большое оттопление, в принципе, на подушку. Аккупантура это еще не просто. Ну, еще шарики? Ты никого в этом не делаешь. Может и на подушку. тишина господин гаджи кто ответит на этот вопрос на этот вопрос ответит за урагай господин агаев да господин что в черном ящике я подозреваю что там китайские палочки для еды палочки для еды я попрошу распорядителя показать содержимое ящика палочки для еды 3 2 исправился за урагаев исправился уважаемые телезрители еще раз напоминаю что вопросы принимаются по адресу ас 1000 абонентский ящик номер 5 с пометкой вопрос на передачу что где когда или на электронный адрес sual at game tv . а а также во всех 16 филиалах атабанка шестой раунд согласно правилам клуба ведущих править заменить любой из выпавших секторов на сектор гостей господин гаджи вот вам хотелось бы сыграть с гостем передачи в конце игры в середине или когда выпадет сектор господин гаджи вы волнуетесь спокойно все нормально счет 32 вы сегодня уже два раза неверно выбрали до 11 игрока на супер блиц один раз не выбрали версию за урагаева против вас играет нигерка чарли баку кстати нигер хану находится сегодня в зале господин мирсалима вы помните чьи портреты висели в актовом зале вашей школы а в какой школе учились 207 а чьи портреты на висели не висели а есть команде игроки которые видели портреты в актовом зале школах которых они учились вот например господин гаджи вы в какой школе учились учился во многих школах бесполезно с вами разговаривать давайте я вот задам вопрос главный герой книги алини но вспоминает что когда-то в главном зале его школы висела два портрета но из-за второго портрета родители учеников мусульман перестали пускать своих детей в школу и дирекция была вынуждена сцены снять второй портрет тишина вы готовы отвечать господин азимов вы знаете о чем я вас прошу да господин азимов вы готовы отвечать нет не готов я предпочтю дослушать вопрос внимание кто был изображен на втором портрете время досрочный ответ господин гаджи я вам напоминаю что я приму максимально точный ответ итак кто отвечает отвечу я сам господин азимов успел вам все объяснить или вы догадались сами спокойно я отвечу сам да это была на самом деле императрица жена русского царя николая второго и ее портрет убрали потому что это противоречило мусульманским каноном она была естественно не покрыта изображена на портрете ну смысле без чадры господин гаджи а имя императрицы если я ошибаюсь мария федоровна не стану федерация я попрошу как звали да и правда как ее звали знает команде как звали александра федоровна александра федоровна вот покажите портрет первый портрет который висел николай второй второй портрет императрица александра федоровна 3 3 3 плюс 1 дополнительная минута уважаемые телезрители с радостью сообщаю вам что в результате совместной работы министерства молодежи и спорта и продюсерского центра game tv as в мингичевире гяндже и шики были созданы клубы интеллектуальных игр сегодня у нас в зале присутствует президент молодежного образовательного центра мидео инициатор создания мингичевирского клуба что где когда господин азиарь гаджи в добрый вечер господин гаджи добрый вечер господин гаджи вопрос из мингичевиры мы регулярно получаем а вот анкета от желающих стать знатоками получили только одну анкета от анара гулиева но у нас уже есть свой анар гулиев вот скажите почему так мало желающих а как давно в мингичевире играют что где когда уже шесть лет шесть лет я думаю надо поддержать начинание седьмой раунд закаталы руслан мамедов господин агаев вы любите смотреть на закат смат есть он над морем туда внимание картина эдварда мунка господин азиарь мне показалось что вы только что передали господину гаджиеву то ли воздушную поцелуй то ли вы ему показали что вы знаете уже ответ на вопрос вы только картину увидели вы готовы отвечать господин азиарь это просто было эмоциональное высказывание крик души да господин агаев перед вами знаменитая картина эдварда мунка крик написанная в 1893 в этом году обратите внимание на странный цвет неба вот несколько американских ученых утверждают что такой цвет неба не фантазии художника он вполне мог видеть такое небо то есть художник осенью и зимой 1883 года внимание вопрос а что стало причиной того что эдвард мунк мог видеть такое необычное небо время парадокс был что оно она именно в штатах ребята это может я просто слышал что был парадокс когда северное сияние видят очень далеко на юг дальше за отмене тоже теоретически за отмене два года осенью и зимой тогда не может почему именно в тот год все на сиянию что было восемь летом году может интересует такую ангелину почему именно в этот момент могут быть с ним что-то произошло техническая братта что там нет необыт именно в этом году исключительно в том что там всегда горело что то в трое дня северный сияние дальше не открыли в то время ведь в 1883 года патруль патруль и футболе по это что туда погод почему сервисами может московский Ну давайте дальше идём. Может, какой-нибудь магнит? Пиану, что ли, был в этот момент? Минута есть. Минута есть. Тишина. Тишина за столом. Господин Гаджиев, вы возьмёте дополнительную минуту, или вы готовы ответить на этот вопрос? Я думаю, что ответит на этот вопрос заурагай. И вы, пожалуйста, повторите, да? Если можно. Что стало причиной того, что Эдвард Мунк мог видеть такое необычное небо? А мог он видеть такое небо осенью и зимой 1883 года? Господин ведущий, у меня такая немножко дикая версия, что это северное сияние. Северное сияние? Да. Это окончательный ответ? Да. Ответ принят! Внимание, правильный ответ! А дело в том, что в августе 1883 года в атмосферу земли поднялось 20 кубических километров пепла после извержения вулкана Крокотау. И вся Европа два года любовалась странными закатами. 4-3! Четвертый очко команде телезрители принес Руслан Мамедов закатало. Руслан Мамедов заработал 100... Нет, позвольте, господин Бабашу, сколько заработал господин Мамедов? Господин ведущий, вы совершенно правы, господин Мамедов заработал 100 монат от Атабанка. 100 монат от Атабанка и заработал Руслан Мамедов. Восьмой раунд! Уважаемые дамы и господа, в этой серии игр у нас появилась новая традиция. Теперь знаток или телезритель, принесший своей команде победу в следующем после кофейной паузы раунде, получает элегантный кофейный сервиз от Нес Кафе. Счет 4-3 в пользу команды телезрителей. Вы знаете, вот я, пожалуй, сейчас воспользуюсь правом и заменю восьмой вопрос вопросом от гостя нашей передачи. Внимание! Сегодня в гостях на передаче «Что, где, когда» ректор Бакинской музыкальной академии, профессор, народный артист Советского Союза, господин Фархад Бадалбили. Добрый вечер, Фархад Мялин. Добрый вечер. Фархад Мялин, как вам наша игра? Замечательно. А если не секрет, за кого вы болеете? За знатоков или за телезрителей? Я всегда за знатоков болею. Но вот сегодня вам придется играть против знатоков. Ничего, если я проиграю, я не очень рада, что настроить. Да? Да. Вот господин Бадалбили, среди знатоков клуба есть математики. Например, Одна Нахундов и Эсмерда Штамирова. Роман Аркадашвили. Есть врачи Анар Гулиев и Джамиля Азизова. В остокове это Анар Азимов и политолог Арас Мамедов. Они сегодня за столой. Хотите сказать, что музыканты… У нас даже снайпер есть Радик Тагиев. А вот нет ни одного с высшим музыкальным образованием. Как вы думаете, с чем это связано? Может, просто времени не хватает? Наверное. Я думаю, что среди музыкантов есть и хорошие шахматисты. Анар Тайманов был пианистом и шахматистом одновременно. Ну, вот я понимаю, музыканты играют в серьезные игры, а математики… Болитологи и востоковец. Да. Итак, ваш вопрос, господин Бадалбили. Ну, он будет носить музыкальный характер немножко, хотя там есть и человеческий фактор. Вы знаете, что был величайший композитор Густав Малер. Человек с трагической судьбой. Про него даже сюжет фильм о его судьбе «Висконти. Смерть в Венеции». Помните этот фильм? Он готовился к концерту. Дирижером должен был быть маэстро Никиш, один из выдающихся дирижеров того времени. Но Никиш чаще прикладывался к бутылочке, чем работал на репетициях. Поэтому подготовка к концертам шла довольно халтурно. И Малер в бешенстве на последней репетиции сказал, маэстро, но хотя бы повторите фугаты из четвертой части. Вы это можете наконец сделать? Тот засуетился, но сделать этого не смог. Почему? Время. Ребята, приколол он ему. А, все, класс. Дальше, дальше. Он пьяный бил. Он был так пьян, что он не понимал, что он делает. А у него партитуры не было, допустим, на партитуре. Нет, партитуры перед дирижером все-таки стоит. Дальше. Что еще может быть? Нет, мне нравится голос. Не, ну понятно. Засуетился и не смог найти. Он поискал, да? Начал искать. Есть такое фугато? Фугато нету. Фугато нету. Легато есть, фугато нету. Я не фугато есть. Господин Мадалбейли подсказывать нельзя. Если он засуетился, он начал листать ее и искать четвертую часть. Ее там не было. Ну это понятно. Да. Тишина за столом. Я вот что заметил. Я заметил такую добрую улыбку господина Гаджиева, Таймура Гаджиева, когда прозвучала часть вопроса, а приложился к бутылке. Итак, кто отвечает господин Гаджиев? Я думаю, что про пьяных даже еще лучше будет знать Заура Гаев. Господин Огайев? Если... У меня есть версия, если это будет правильно, то я возьму первый в своей жизни музыкальный вопрос. Итак, ваша версия? Я подозреваю, что там было всего три части. Четвертая часть не существовала. Господин Мадалбейли, честно говоря, я не знаю правильного ответа. Правильный ответ знаете только вы. И вам сейчас предстоит... Ну, я согласен с тем, что я наполовину проиграл, потому что там есть четыре части, но они от фугата. Поэтому выиграли все-таки знатоки. Господин Мадалбейли, мы должны это обсудить. А что вы сказали, что фугата есть? Господин Мадалбейли, вы хозяин раунда. И вам решать, честно говоря, я бы, например, не принял этот ответ как правильный. Нет, все-таки здесь есть идея того, что это был прикол Малера к дирижеру, который его доконал. То есть он его... Поэтому это правильный. С помощью господина Мадалбейли счет становится 4-4-4. 4-4, одна минута, дополнительная минута господина Каджина. В зале присутствует президент клуба интеллектуальных игр «Аташкад» господин Етер Мишли. Добрый вечер, господин Етер Мишли. Кто нового в клубе? Мы здесь с Министерством молодежи спорта и компании «АЗФСЛ». Буквально через три недели проводим уже шестой чемпионат Азербайджана по спортивной версии «Что, где, когда». Господин Агаев, вы заработали сервиз от компании «Нес Кафе». Девятый раунд! Господа старейшины, господин Джабаров, телезрители интересуются, увидят ли они вас снова за игровым столом. Вас, господина Лоярова, господина Рзаева, господина Казьева. Вы знаете, вы не представляете, до чего приятно, когда меня и телезрители интересуют один из этих вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ Против вас играет Вячеслав Сапунов в Баку. Внимание, картина Анлиста Джорджо де Кирико. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые знатоки, этот своеобразный портрет французского поэта Гиома Аполлинера написан в 1914 году художником метафизической школы Джорджо де Кирико. Посмотрите на картину. Согласитесь, действительно. Покажите картину, чтобы телезрителям было видно, о чем идет речь. Вот картина. Согласитесь, действительно своеобразный портрет, да? Тем не менее, самому Аполлинеру он очень нравился. А через некоторое время художник Джорджо де Кирико понял, что картина у него получилась пророческой. Внимание, вопрос. Что же напророчил портрет Гиому Аполлинеру? Время. У нас слеп, наверное, химическая атака. Это 2014 год. Через год была сома, шома и так далее. Наебли вообще-то. Пророческий был сон. В чем заключалась пророчеса сна? Ребята, а он не мог быть уже слепой? А пророчество? Пророчество в то, что будущее. Здесь какая-то рыба непонятная. Это рыба. Так, вот офицер явно зашел. Может быть, да. Посмотрите, мертвец. Насчет офицера... Так, в принципе, ребята, а вот эта тень... Да там чей-то силуэт. Вот это что может значить? Напророчил он ему именно, Аполлинеру? Да, Аполлинеру. Может, она блысит. Да, он именно не был слепой почвы, потому что он этот портрет видел. А, нет, у него шапочка. Это не так. Может, ее надо перевернуть как-то? Да, ребята. Он напророчил, но вот здесь какой-то профиль есть еще. Здесь непонятно, что. Здесь рыба, да. Непонятно, что. Не надо, не надо. Зачем надо? Слепота. Слепота. Тишина за столом. Господин Гаджев, кто отвечает на этот вопрос? На этот вопрос отвечает Анара Азимова. Передайте, пожалуйста, картину Анара Азимова. Итак, ваш ответ. Что же напророчил портрет Гийому Аполлинеру? Мы на картине видим дату 2014 год. Значит, скоро началась Первая мировая война. Известная, в частности, первым применением химического оружия. В котором, возможно, Гийому Аполлинеру потерял зрение. Так что, мне кажется, что портрет напророчил Гийому Аполлинеру слепоту. Слепоту. Да. Обратите внимание, на силуэте Аполлинера есть белая дуга, похожая на мишень. Что заметил и сам Аполлинер. Через некоторое время, и вы правы в этом, господин Азимов, началась Первая мировая война. И на фронте поэт получил огнестрельное ранение в голову. 5-4 в пользу телезрителей. А сколько заработал господин Сапунов, скажет нам представитель Атабанка, господин Бабашлы. Господин ведущий, господин Сапунов заработал 100 монет от Атабанка, который он получит посредством вот этой карточки виза Атабанка. Поздравляю вас, господин Сапунов. В зимней серии игр команды, помимо спонсорских призов, также получали специальный набор образовательной литературы по налогам. И как сказал на прошлой игре господин Эльчин Мамедов, то и в весенней серии знатоки получат этот специальный набор. Да, господин Мамедов? Я хотел показать, что у центра 195, и еще раз напомнить здесь в зале присущим налогоплательщикам и потенциальным налогоплательщикам, что они могут любую информацию получить, позвонив на этот номер, и поблагодарить компанию «Азерсель», с которой мы сотрудничаем, и благодаря ей можем на этот телефон позвонить с помощью мобильных телефонов. Но мы надеемся на более глубокое сотрудничество с компанией «Азерсель», и она предоставит жгодный тариф для налогоплательщиков. А вот оно что! Госпожа Исауна, сегодня все благодарят «Азерсель». Десятый раунд! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос от Вадима Вакрячко, Баку. Внимание! Формула! Уважаемые знатоки! Перед вами формула, левая часть которой появилась в 1925 году, а правая часть в 1960 году. Внимание, вопрос! Назовите авторов и левой, и правой части этой формулы. Вопрос понятен, господин Гаджиев? Да, авторов левой и, соответственно, правой. Там два автора, да, должно быть, сколько я понимаю? Время! Абак и Лоу, да. Что? Лоу и Абак. Ну и что? Не, ну понятно, понятно. Дальше, что мы... Узкий? В 1925 году и 1960 году. В 1926 году. В 1926 году. Да, тебя забыли про это. Что мы знаем? Что-то равно чему-то. Фразу известную. Волюм. Фразу известную. Первый яйцин за квадрат. Абак. Не, ребята, что-то... Абак, Лоу. Может название произведения литературных? Война чего-то. Война чего-то. Война с Саламандрами. Война с Саламандрами. В 1925 году раньше появилась. И почему-то равно тому, что было в 60-х. Кто был автором первого? Ребята, нет. Просто устойчивое выражение. Что-то равно чему-то. Время-деньги? Ну и что? Нет, это давно. В 1960 году. В 1960 году кто это может быть? Нет, ребята, выражение могло и раньше быть. Или позже. Просто вот это произошло в 25-м году в 60-м. Ну и что в 20-м году что было? С почему? Ну и я acuerdo. Принято, два франита. Минуты. С 10-д Krieg из Jugend 4, 20-... Новая любовь. Я не знаю. А чем runag is? 7 cornendom. Баба, щек. 10-ть. Господин Гаджес. Вы готовы ответить? нет, мы хотим end audiences взять дополнительную минуту. Дополнительную минуту? Да. Винниппу. Винниппу. Оу и сова. А, да. Это да? Это Винниппу. Мил и сова. С ошибкой написано сова здесь. Мил на что переводил? Перевод что делал? Не плачьи, как формулировал. Захадер, да? Переводил. Сова, по-моему, Захадера перевод. Мил и Захадер. Мил и Захадер. Захадер точно переводил. 25-й Мил, 60-й Захадер. Совершенно верно. А сова и Оу. И ведь там и там написано неправильно. Левый. Формулировал. Левый. Мил. Правый Захадер. Еще рано, рано. Все это точно ответ. Нет. Сейчас в каком-нибудь Стивенсенном случае повторится. Нет. Нет. Серьезно. Вы готовы ответить, господин Гаджи? Вам не нужна минута? Нет. Почему? Мы пока обсуждаем. Да. 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 Мил и Захадер. Кроме Захадера был перевод еще. Нет. Захадер. Я уверен. Захадер я уверен. Захадер точно я знаю. Да. Тишина. Да. Вот сейчас действительно должна быть тишина. Очень важный момент. 5-4 в пользу команды телезрителей. Господин Гаджи, кто ответит на этот вопрос? Ответит Ильхам Кумбатов. Ильхам Кумбатов. Господин Кумбатов. Да. Я вас слушаю, господин ведущий. Автора левой части формулы назовите. Автор левой части формулы это Александр Милм. А правой части? Правой части Борис Захадер. Можете объяснить свой ответ? Да. Дело в том, что левой части это перепутанные буквы. Это означает «оу», «сова» по-английски. И правая часть это «сова» с ошибкой написанная. Соответственно, «сова» из Винни-Пуха. Значит, у «совы» из Винни-Пуха были проблемы правописаний и в английском, и в русском варианте. Но! Но! Авторов-то надо было назвать правильно. Надо было правильно назвать авторов, господин Гаджиев. Господин Гаджиев! Вы меня слышите? Да, я вас слышу, господин. Вы ответили только на полвопроса. Надо было правильно назвать авторов. Вот автор левой части действительно Александр Аллен Александр Мин. А вот правой части, увы, для телезрителей Борис Захадер. Пять-пять! Испугались господин Гаджиев? Да? Спасибо. Очень важный момент. Мне вот интересно, возьмет ли команда, возьмет ли команда Теймура Гаджиев. Решающий раунд. Счет 5-5. Для того, чтобы выйти в финал, вам необходимо победить с более крупным счетом. Счет первой игры 6-2 в пользу команды Рустама Фаталиева. А сейчас вам, Теймур, решать. Если вы сегодня проиграете, вы, ваша команда не сыграет в летней серии. Если вы сегодня выиграете, со счетом 6-5 вы выйдете в летнюю серию, но не выйдете в финал. Вы играете на победу или вам главное участие господин Гаджиев? Я думаю, что... Давайте так, господин Гаджиев. Мне вот интересно, что думает господин Агаев. Надо играть? Надо. Нужен решающий раунд? Надо. Господин Мамедов? Да. Нужен? Нужен. Господин Кумбатов? We fight. Господин Мирсалимов? Безусловно. Господин Азимов? Я знал, что этим кончится. Нужно. Господин Гаджиев, вы берете? Да, берем. Смело! Мы берем решающий раунд! Я попрошу обнулить счет. 0-0. Покажите мне мониторы. Впервые в истории игр «Что, где, когда» на азербайджанском телевидении на канале Space. Решающий раунд. И кто играет? Покажите мне. Анаразимов играет. Играет Анаразимов, игрок сборной Азербайджана по игре «Что, где, когда». Один из лучших знатоков Азербайджана. Аплодисменты! Господин Фаталиев! За кого болеем, господин Фаталиев? Я всегда болею за знатоков, потому что считаю, что солидарность – это главное, что в Сен-Варду должно объединять людей. Поэтому я сегодня... Браво, господин Фаталиев! Господин Несерлип! Я хотел бы застраховать и команду телезрителей, и команду знатоков, отправивших в этом раунде наши соцмонавты. То есть вы хотите потратить деньги? Да. Наши соцмонавты. Госпожа Исаева, вы довольны? Ой... Волнуетесь? Можно я отвечу после того, как закончится игра? Довольна ли я? Хорошо. Напоминаю для телезрителей, что если сейчас Анар Азимов ответит правильно на один из двух оставшихся вопросов, команда Таймура Гаджиева выиграет со счетом 6-0 и станет главным претендентом на выход в финал. Если сейчас Анар Азимов ответит неверно, то в финал главным претендентом останется команда Фаталиева, и счет игры будет 6-0 в пользу телезрителей. Я попрошу Шарку запустить волчок. Осталось два вопроса. Один вопрос из Баку от Эльнура Багирова и один вопрос из города Мегичевир от Фархада Наджапова. Я, пожалуй, помолчу. Очень важный момент. Вопрос первый, да? От Фархада Наджапова, город Мегичевир. Господин Азимов, я попрошу тишину в зале, попрошу распорядителей быть внимательнее. Любая подсказка, любая подсказка знатоку, сидящему за столом, будет означать, что команда Гаджиева проиграет со счетом 6-0. Внимание, вопрос. В конце 50-х годов в Советский Союз с официальным визитом прибыл канцлер Австрии Юлиус фон Рааб. На встрече в здании Верховного Совета Грузии, это здание находится в Тбилиси, канцлер неожиданно попросил разрешения осмотреть соседний корпус. Там он долго разглядывал паркетный пол. Вот представьте себе ситуацию, что с официальным визитом в Советский Союз приезжает канцлер Австрии Юлиус фон Рааб. И на встрече вдруг, на встрече в здании Верховного Совета Грузии в Тбилиси, канцлер неожиданно попросил разрешения осмотреть соседний корпус. Господин Рзаев. Тишина. Там он долго разглядывал паркетный пол. Внимание, вопрос. Господин Азимов, объясните странное поведение канцлера. Время. Паркетный пол. Он должен, допустим, может быть определенного рисунка в 50-м году. Откросился. Он считал, может быть, что он мог считать в этой ситуации. Паркетный пол. У него надо сконцентрироваться было, допустим. Время 50-й год. Он хотел спать. Досчитал, да. Да услышал что-то об этом паркетном поле. А! Зеркало! Он смотрел в лицо. Так. Зеркальный паркетный пол. Он смотрел. Им было интересно посмотреть, что у него на лице. Господин Азимов. Господин Азимов. Да. Канцлер Австрии Юлиус фон Рааб на встрече в здании Верховного Совета Грузии в Тбилиси, в России, неожиданно попросил разрешение смотреть соседний корпус. Там он долго, соседний корпус, там он долго разглядывал паркетный пол. Вот именно паркетный пол в соседнем корпусе разглядывал. В соседнем корпусе. Ваш ответ, господин Азимов, была подсказка. Покажите мне игрока, который подсказывал. Покажите мне игрока, который подсказывал. Я ничего не слышал вообще, господин. Господин Гейтер Мишли, попрошу вас покинуть игровой зал. Я не подсказывал, господин Гейтер Мишли. Я не слушал, господин ведущий, не слышал. Даю честное слово. У меня нет уверенности, что вы не слышали, господин Азимов. У меня остается два выхода. Или засчитать сейчас победу телезрителям, или сыграть другой вопрос. Я не знаю, что будет более правильным. Я обещал засчитать победу телезрителям. Я сказал, что если будет подсказка, то телезрители победят со счетом 6-0. Давайте попробуем следующий вопрос разыграть. Мы можем позволить разыграть следующий вопрос только в согласии представителя генерального спонсора господина Абдурагимова. Старейшин, если они согласны, учитывая то, что... Господина Фаталиева, разумеется. Если они согласны, то мы переиграем, учитывая только то, что это впервые проходит решающий раунд. Господин Фаталиев. Вы знаете, я стоял тут рядом. Я видел, как господин Азимов не может ничего не слышать, не видеть. Он смотрит перед собой. Поверьте, ничего не слышно. Вы за то, чтобы мы не переигрывали вопрос. Я вас правильно понимаю? Да, абсолютно. Что скажет старейшина? Господин Ведущий, я знаю Абдурагимова давно и при всех недостатках, которые у него есть, основным его достоинством является честность. Если он говорит, что он не слышал подсказки, значит, он не слышал подсказки. И последнее. Так как у нас решение принимается демократическим путем, то, по-моему, три голоса из четырех уже сказали, что нужно переигрывать вопрос. Но есть еще, естественно, представитель генерального спонсора. Что скажет господин Абдурагимов? Я проиграл, господин Ведущий. Так что, я думаю, пускай... Продолжим его. Господин Абдурагимов, ситуация такая. Если господин Азимов слышал, он сейчас ответит правильно, и счет станет 6-0 пользу знатоков. Есть вероятность такая. Я лично верю господину Азимову, но такая вероятность есть. Понимаете? Мы переигрываем вопрос или играем? Нет, давайте мы новый вопрос играем. Следующий вопрос по стрелке. Вопрос... Вам ответ господин Етермишли скажет. А правильный ответ был такой. Рисунок свастики там был? Нет, Азимов, он был военнопленный и на бесплатных работах... Покиньте зал господин Етермишли. Вопрос. Старый кембриджский анекдот рассказывает о студенте, которого профессор на экзамене попросил разложить на множители выражение P в квадрате минус Q в квадрате. Равняется скобка P минус Q умноженная на скобка P плюс Q. Внимание, вопрос. Почему же студент не смог ответить на вопрос, хотя перед экзаменом вызубрил, вызубрил как раз разложение разности квадратов. Тишина в зале, любая подсказка расценивается как победа телезрителей со счетом 6-0. Время! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Господин Гулиев, покиньте, пожалуйста, игровой зал. Гулюев, покиньте, пожалуйста. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Поскольку он, я думаю, он π и q зарисовал в квадрат То есть он π написал в квадрат То есть поместил π в квадрат То есть он формулу π в квадрате минус π в квадрате минус π Он и π обрисовал квадратом и q обрисовал квадратом И, соответственно, естественно, он, так сказать Ответ принят, господин Азимов Внимание, правильный ответ Господин Азимов Студент вызубрал разложение выражения b в квадрате минус q в квадрате А в вопросе у него в билете попал а в квадрате минус b в квадрате Там были просто другие буквы 6-0 в пользу команды телезрителей Исправедливость восторженство траповала Анаразимова командой Ибурагадьева заработали 600 монат от Ата Сыворда Несмотря на поражение, я считаю, что команда играла блестяще Яркая игра Победа телезрителей со счетом 6-0 Вот имена победивших телезрителей Джамиля Алибекова Вопрос о башне Баязет Вахтияр Мусаев Вопрос про фильм Касабланка Валида Джабарова Вопрос про опыт Руслан Мамедов Вопрос про вулкан Вячеслав Супунов Вопрос о Гийоме Аполлинере И последний вопрос Эльмур Багиров Вопрос о формуле Вик квадрат минус Q квадрат Команда Теймура Гаджиева выбывает из борьбы За звание лучшей команды в весенней серии игр Лучшего знатока сегодняшней игры Объявит представитель компании «Азуцель» Госпожа Камиля Исаева Итак, госпожа Исаева Кто из знатоков был сегодня лучшим? Господин ведущий Вся команда очень хорошо играла К сожалению, результат не очень обнадеживший Но господин Агаев мне в этой игре больше понравился Господин Агаев Вам как лучшему игроку в сегодняшней игре Вручается великолепный приз Мобильный телефон От компании «Азуцель» И еще не все, господин Агаев Представитель книжного магазина «Алинино» Нигерко Чарли Приготовила для вас книги Кюрголога Мурада Аджи А сейчас представитель генерального спонсора Компании «Арнахолдинг» Определит лучший вопрос Сегодняшней игры Ваш выбор господин Абдурагимов Господин ведущий Мы можем Сегодня немножко Изменить правила И предоставить это слово другому Конечно А я хотел бы это вам Это слово вам предоставить Я считаю, что это вопрос От Фархада Наджафова Город Минге Чемель Вопрос про канцлера Австрии Юлиуса фон Раба Который, будучи военнопленным Укладывал паркет В здание Верховного Совета Грузии Я думаю, что было бы справедливо Не лишать Законных Скажем так Заслуженных денег Фархада Наджафова Из Минге Чевира Ровно через неделю на канале Спейс За выход в финал Поборется команда На мой взгляд Самая сильная команда клуба Команда Анара Наджафли Игра окончена Всем спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ